Здесь мы видим грузов, через который будет подаваться газ. Газ у нас, кислота, установлен редуктор и подогрев, чтобы не было мерзания баллов. Мастер-класс по сварочным работам от мэтров своего дела провели в Алтайском техническом университете. И не на старом оборудовании, а в новенькой модернизированной лаборатории газовой сварки и резке с тремя сварочными постами. Теперь это полностью современная лаборатория, которая дает возможность применять как прогрессивные способы сварки, так и способы газовой и плазменной резки. Это оборудование промышленное, которое в настоящий момент оснащено современным выпрямителем инвертного типа, подающим механизмом с возможностью регулирования настроек. Такое же однотипное оборудование стоит и на промышленных предприятиях. Лабораторию будут активно использовать для практических занятий не только студентов высшего учебного звена, но и среднего, подготовки кадров и даже для научных исследований. Сама вот такая вот практика, что на первом курсе показывать студентам работу с таким оборудованием – это очень-очень хорошее занятие, потому что ты сразу понимаешь, чем ты будешь заниматься, кем ты станешь, и не будет такого глупого вопроса на упражении всей учебы, кто я и чем буду заниматься. Судя по поводу работы, я уже работал на заводе, и я могу сказать, что оборудование новое, и учиться будет очень интересно. Кстати, лаборатория существует с 1962 года и только спустя более полувека претерпела изменения. По последнему слову техники ее оснастило Алтайское промышленное предприятие. С самого основания Алтайский государственный технический институт, ну когда-то политехнический институт, он работает по принципу вот такого практикоориентированной подготовки, потому что все наши учебные программы, они тесным образом связаны с производством, с реальным производством. Все учебные планы мы утверждаем у нашего попечительского совета. Это дает нам возможность такую нашим студентам получить подготовку, что приходя на предприятие, они полностью практически сразу могут приступить к работе. Что касается дальнейшего развития, да, у нас на производстве уже много операций переходит на роботизированную сварку, но как раз здесь это вот следующая, наверное, ступень развития нашего сотрудничества, развития для студентов, которые к нам будут приходить. То есть в первую очередь все равно надо освоить вот то, чем учат здесь, а дальше уже учиться настраивать роботов и двигаться на следующий уровень. В новой лаборатории уже начались занятия. Кстати, к подобной практике и активному участию в подготовке будущих специалистов подключаются и другие алтайские предприятия. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком.